Всем привет! Это новое видео, в котором я хочу показать вам рецепт классического тортика крем-чиз. Я это скорее видео даже снимаю для себя, потому что я постоянно делаю один и тот же торт, и каждый раз я ищу со всего ютуба по кускам эти вот рецепты, как это делать. Вот, ну вот у меня уже есть избранные свои видео, которых я делаю. Каждый раз я забываю, хочу снять уже свое видео, чтобы его смотреть и смотреть, как же это все делается. Внизу напишу ингредиенты все и рецепт. Ну, не рецепт, а ингредиенты, короче, внизу там будут. Я буду снимать так, не подробно, не особо красиво, просто вот как есть. Господи, что там происходит? Пулька играет во фрисби. В общем, смотрите, значит, мы берем 120 грамм сахара, просто его в емкость туда насыпаем, и 4 яйца, желательно брать другие, это другая категория, желательно брать С1, и щепотку соли. Теперь где-то 6-8 минут нам нужно взбить эту всю массу вот таким вот ручным миксером. Яйца надо взбить где-то вот до такого состояния, возможно, даже сильнее. Вот. Я никогда не взбиваю до нужного состояния. В общем, лучше перевзбить, чем не взбить, вот я так считаю. Еще момент, если у вас нет миксера, блин, даже не задевайте это, потому что, ну, никак вот такую массу, кроме как миксером, не сделать. Я пробовала, у меня все испортилось. Дальше соединяем в одной миске сухие продукты. Это муку, крахмал и какао. Вот. Нам нужно 65 грамм муки, 35 грамм какао, 25 грамм кукурузного крахмала. И потом всю эту херню надо перемешать вот так до однородности. Теперь в два приема необходимо вот эту массу через сито вот сюда просеять, вот в эту нашу взбитые яйца с сахаром. Вот. Это нужно сделать обязательно, чтобы не было комочков. И получается, вот это нужно уверенными движениями вот так снизу вверх все перемешать. У меня вот такая форма 18 сантиметров вообще надвигается, но, в общем, я ее сделаю на 18. Снизу оборачиваем ее фольгой, желательно плотнее, и ставим обязательно в какую-то емкость. И только потом переливаем жидкость сюда, потому что если вы поставите ее сюда, перельете, у вас потом как бы фольга прогнется, и как вы это будете до духовки нести, непонятно. Поэтому обязательно вот эту форму ставим на какой-нибудь еще противень или на какую-нибудь штуку. Вот. И только потом заливаем это нашей смесью. Далее помещаем эту красоту в духовку на 180 градусов примерно на 30 минут. Как это? Без конвекции сверху снизу. Я не знаю, что такое конвекция в рецепте сказано. Без обдува, в общем. Если у вас есть такая функция, у меня вроде нет. Вот. Вверх-вниз. Так, прошло где-то полчаса. Проверяем зубочисткой. Вот так отсосовываем. Вынимаем. Зубочистка. Да, без всего. Все нормально, надеюсь. Ну, как обычно сейчас будет все ненормально. Ну, вроде выглядит, кстати, даже классно. Итак, теперь вот так стеночки, вот так ножиком прорезаем, чтобы он оттуда отковырялся. Все, я сняла фольгу, перевернула. Вот он тут. Тут сейчас тоже прорезать можно, и он упадет. Вот такой малыш получился. Очень ровненький, вообще классно. Вот. Я сейчас его, значит, оборачиваю в пленку и кладу в холодильник, где надо начаться, чтобы он... Не знаю, что с ним получилось. В общем, делаем так. У меня будет два крема. Они будут отличаться только что. Один будет сделан на сливках, а второй на масле. Тот, который на сливках, я буду добавлять для начинки, а который на масле будет как для выравнивания. Вот. Значит, такие ингредиенты я сейчас сделаю крем для начинки. Значит, сливки, творожный сыр. Вот это мой любимый самый. По-моему, Хохланд. Да? Я крышку так что выкинула. Вот. И сахар фамильный. Я посмотрела. Вот у меня еще второй сыр есть. Это что ли не Хохланд? Это другой какой-то? Я думаю, это тот же. Ну, в общем, надеюсь, что они одинаковые. Я что-то подумала, что это тоже Хохланд. Ну, попробуем на таком. Берем 300 грамм сливочного сыра. Добавляем к нему 70 грамм сахарной пудры и щепотку ванильного сахара. И сейчас это мы взобьем, чтобы оно так разровнялось. И только потом будем сливки добавлять. Дальше это все взбиваем. И отдельно я взбиваю, получается, 150 грамм сливок. Вообще, это можно взбить все в одной массе. И сливки, и сыр, и все на свете. Но это, типа, сказан 100% рецепт. Поэтому давайте сделаем так. Но вообще, можно просто все соединить и перемешать. Вот, но мы попробуем. Сейчас мы взобьем сливки до такой... Все, я поняла, почему надо было все это сделать вместе. В общем, ну, до такой немножко плотных, но не совсем густых. Тетенька сказала, что вот этого недостаточно и нужно еще. Но я больше не буду, я просто соединю, потому что и так все уже в брызгах. Ну, и последний раз все это вместе просто перемешиваем на минимальной скорости миксера, чтобы оно соединилось. И все, и крем готов. Вот такой крутой крем получился. Что нужно для крема для выравнивания? 400 грамм творожного сыра, 50 грамм сахарной пудры и 100 грамм сливочного масла. Я сейчас поду, беру чуть-чуть. Это нужно просто все соединить, также перемешать миксером чуть-чуть, но не сильно не взбивать, потом лопаткой. И все, так же готово. Все, я все перемешала. И смотрите, какой момент, видите, крапинки масла. Вот они. Это потому, что оно было холодным, мне кажется. В общем, надо было, чтобы оно немножко подостыло. Поэтому я теперь не знаю, что делать. Подождать, чтобы оно, наверное, сейчас подостыло. Все, еще раз его перемешать. И в холодильник. Вот. И сейчас будем с вами, уже прошел где-то час, пока я эти все крема делала, как раз можно уже резать бисквит. И так вот самый верхний вот этот слой с гарью срежу. Вот. Чтобы все было классно. Но вообще можно, наверное, и не срезать. И порежем его на три части. Вот на видео в рецепте коржи всегда такие однородные. Вообще ни одной крошечки нет. Вот у меня почему-то так не получается. Вот. То есть у меня коржи вот так выглядят. Ну, то есть все в крошках. Но это домашний торт, поэтому никаких претензий. Теперь мы вот так пропитываем его молочком обычным самым. И после этого начнем уже делать, ну, кремом его заполнять, начинкой. Я еще хочу попробовать банан. Не знаю, насколько у меня получится, но посмотрим. Потом вы меня можете убить. Но я не понимаю, как можно... Вот это вот надо вот это вот делать. У меня никак не получается. Хотя у меня все есть. У меня всегда вот она через край. Я хотя бы додумала, что она половинку хотя бы заполнять, а не до конца, чтобы все вываливалось. Ну, сейчас будем пробовать. Ну, вроде неплохо. Только вот смотрите, вот у меня кончился крем. И что теперь? Вот в этот же пакет надо заливать новый или нет? Вот здесь я еще бананы размельчила. И у меня есть вот такой джем. Я, наверное, вот сюда капну джема, а здесь проложу банан. Короче, не выдержала. Еще вот такой ободочек сделала. Вот так это выглядит. Сейчас приступаем к второму коржу. Просто вот так перекладываем. Столик я протерла. Не переживайте. Все. Вот так накрываем. И делаем то же самое. Второй слой вот таким получился. И у меня еще остался крем. Поэтому сейчас я еще вот это сверху вот так кремом сделаю и накрою коржом. Вот так вот у меня получилось. Ну-ка, я еще сама не смотрела, что у нас тут. Ага, ну тут все понятно. И сейчас осталось получать это все сверху кремом для выравнивания. Вообще, я знаю, что первый слой делается черновым, потом ставится в холодильник. Оно все застывает, чтобы крошки не прилипали. И второй слой уже делается красивым. Но у меня будет с крошками, наверное, сразу. Ну, посмотрим сейчас, как получится. Сначала я хочу просто вот сделать вот так. Вот. Вот просто его как бы прижать весь этот крем, который вытек. И сделать его вот таким равномерным. Вот. Это такой у меня такой черновой слой, можно сказать. Торт уже простоял какое-то время в холодильнике. И я, наконец-то, вроде получается у меня кондитерским мешком пользоваться. Короче, его тут по-всякому наделала. И все. Сейчас мы приступаем к выравниванию вот этой штучкой специальной. Вот так, вот так, так, по-другому. И посмотрим, что получится. Вот такой у меня получился результат. Конечно, как обычно, до идеала далеко с выравниванием моим. Но это уже лучше, чем было. Потому что раньше у меня все было в таких крошках. Тут только вот такой кусочек в крошках. А это все без. Так что, вот такой посыпушкой посыпала. Вроде миленько выглядит. Сегодня ночью пойдем поздравлять. Ноль, 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 ноль. Мою подружку. Это ей на день рождения, Доротик. Вот. Так что, всем спасибо за просмотр. Я сейчас добавлю кадры. Потом, как он выглядит в разрезе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.